Все последние дни мы живем в преддверии любимого поистине всенародного праздника – Дня Победы. 9 мая – особая дата на календаре России. Этот праздник объединяет людей всех возрастов и национальностей. Но в центре всеобщего внимания, конечно, находятся фронтовики. Это они вынесли на своих плечах все тяготы войны и завоевали Великую Победу. 73 года прошло с того майского дня, когда была подведена черта под самой кровопролитной в истории человечества войной. Ветеранам Великой Отечественной, которые до сих пор с нами, уже за 90, их осталось, к сожалению, совсем немного. И тем дороже их живые свидетельства о легендарных 40-х пороховых. Орденоносец, почетный гражданин Славянска-на-Кубани Василий Васильевич Вертель ведет активную работу с молодежью. День Победы я встретил в Восточной Пруссии, когда взяли Гнездберг, пошли на порт Пилаву, освобождили. И поэтому был уже День Победы. Это было 9 мая. Это в памяти осталось раз навсегда. Ну как было? Находились в траншеях мокрых, под нами были такие трофейные одеяла, где мы спали. Ну, поднимались, делали салют, обнимались, целовались, радовались, что мы остались живые. Когда встречаются фронтовики, им есть о чем поговорить. И кто, как не они, способны понять друг друга. У каждого солдата Победы своя история сражений и свершений в мирной жизни. Федор Данилович Коваль, старейший действующий хирург России, спас на фронте многие тысячи жизней. Я работал в бригаде хирургов, которые оперировали тяжелых, больных, раненых, поступавших. А к нам начали поступать раненые уже примерно с третьего дня от начала войны, после бомбежки Киева. Ну и вот эту всю войну я проработал в госпиталях. До 43-го года, вернее, я проработал в госпиталях. Глава Славянского района Роман Синеговский поздравил ветеранов войны с праздником. Я хочу вам еще раз сказать большое-большое спасибо за победу, за то, что мы сегодня живем, растим детей, работаем, радуемся жизни. За ту мудрость, за тот опыт, который вы передали нам, передали нашим детям и сегодня передаете. Он пожелал фронтовикам крепкого здоровья и долгих лет жизни. В адрес приглашенных ветеранов прозвучало много самых теплых слов и пожеланий. Им были вручены подарки. Славянские артисты исполнили для собравшихся хорошие песни. Андрей Вишневский, Александр Косицын. Программа События.